всем привет меня зовут владимир мельников есть и мое видео для свой канал на ю тубе в частности про материаловедение сегодняшняя тема антифрикционные вещества фрикционные материалы и так что такое сегодняшняя тема в целом требования к сплавам антифрикционные предназначен для повышения долговечности трущихся поверхностей машины или механизмов то есть проще говоря я уже в прошлом рассказал то что ничто не вечно детали изнашиваются механизмы ломаются и так далее все это зависит от с контакт естественным путем то есть от возраста ресурса детали вот он вырабатывается ну все ломается может быть еще и за множество других причин я же рассказываю в целом дальше трение в подшипниках скольжение происходит между валами и подшипником скольжение поэтому для вкладыша подшипника подбирать такой материал которые загустевает от износа вот но это уже сказать простыми словами не скажешь но это самое что есть простое определение самый минимальный износ создает условие смазки и уменьшает трение то есть смазка начинают уже активно работать когда появляется первые первым минимальный износ смазка начинает активно работать а до этого она скажу так как ну как просто жидкость находит находится в подшипнике далее исходя из этого материала представляет собой сочетание достаточно прочный и пластичные основы к которой имеется твердое включение это цинк медь с рима то есть скажем так это к смазки это скром так цинк медь и сурьма это же все таки не жидкость а химические элементы которые как добавки или как приз присадки сейчас правильно говорить добавляются к основному объекту то есть своего рода добавки проще говоря далее антифрикционные служат сплавы на основе свинца меди олова и алюминия свойства этих материалов проявляются при трении в подшипниках скольжений низкий коэффициент трения хорошая приработка с сопрягаемой деталью то есть до того как появится первый износ смазка начинает работать как материал которые лучше сопрягает две разные детали то есть вот если просто железо съесть присоединение к железу они старток не соединяются друг с другом у них нет такого свойства как соединяться вот с помощью магнита да они могут соединиться вот и вот с помощью смазки она как сказать соединяет но не так крепко то есть они могут между собой двигаться то есть это к сказать просто смазка нужно для того чтобы уменьшать трение от последней строчке высокая теплопроводная способность удерживать смазку то есть лучший контакт происходит тогда когда это смазка скан так теплая это собственно сопрягает две разные детали в качестве пример это у нас подшипник вот тема была короткая но суть данного видео заключается в том чтобы дать самые простейшие понятия к определению антифрикционные вещества и фрикционные материалы данное видео посвящено сегодня вот этому определению ну из того что я хотел вам сегодня рассказать это все на этом всем спасибо не забывайте подписываться на мой канал ставьте пальцы вверх пишите комментарии если есть у кого-то какие-то вопросы и так далее также поставьте пожалуйста колокольчик чтобы не пропустить мое мое новое видео также добавляюсь ко мне различные соцсети я лично этому буду очень рад но на это все все спасибо и до новых